Всем доброго времени суток. Небольшой обзор на вот такое вот зарядное устройство от компании Chotec. Модель устройства Q3002 и его особенностям стоит отметить поддержку режима быстрой зарядки. В данном случае производитель нам обещает быструю зарядку Quick Charge, то есть с поддержкой процессоров Qualcomm в версии 3.0. И максимально на выходе из устройства можно получить до 18 ватт мощности. Устройство должно обеспечивать на выходе 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера или 12 вольт полтора ампера тока. Давайте посмотрим, что внутри упаковки. Внутри есть какой-то небольшой юзер-мануал с описанием технических характеристик, с QR-кодом на электронную версию этого мануала, на страницу поддержки компании. Какая-то бирочка, то ли гарантийная, то ли что-то еще. Кабель. Производитель нам в комплект зарядное устройство положил USB кабель. Один порт стандартный USB, второй USB Type-C. Кабель такой не тоненький, должен я вам заметить. Давайте даже померяем сколько. Толщина кабеля 3,7 мм. Да, где-то та, 3,7 мм толщина кабеля, внешний его диаметр. Кабель брендованный, все с логотипами компании-производителя, все как полагается. Ну и собственно само зарядное устройство. Приклеивался пешечек. Вот такое вот черное глянцевое зарядное устройство. С одной стороны логотип, с другой стороны описание поддерживаемых технологий и выходные токи. Устройство тяжеленькое, размер 50 мм на 47 мм и толщина 27,5 мм. Один синий USB порт и собственно все. Обычная стандартная наша европейская вилка. Порт выходной, как я уже сказал, один. Давайте включим и посмотрим, как это все работает. Включаем зарядное устройство. Никаких светодиодов, никакой индикации нет. Подключим к нему USB доктор. Сейчас это придется перевернуть. Вот таким образом 5 вольт на выходе зарядки у нас есть. Ну и сразу же давайте подключим к нему нагрузку. нагрузка 5 вольт 0,8 ампера. Ну и раз производитель обещал нам 3 ампера, давайте попробуем эти самые 3 ампера и получить. Так, полтора ампера напряжение на выходе 5,1 вольта. 5,17 будем считать 5,1. 2 ампера напряжения 2 ампера напряжение 5,15 вольта. 2,5 ампера 5,14 вольта. И поднимаем до обещанных 3 ампер. напряжение на выходе 5,13 вольта. Ну, 3 ампера это хорошо, давайте попробуем чуть больше. Ну, скажем, вот 3,5 ампера. напряжение просело до 5,11 вольта. В принципе, на мой взгляд, довольно неплохо. Сейчас я сброшу счетчик на докторе, заодно посчитаем сколько тока. Вот, кстати, судя по доктору, заявленный производителем 18 ватт, мы с зарядки снимаем. Давайте пусть она чуть-чуть в таком режиме погреется и посмотрим, насколько нагреется корпус самой зарядки. Сейчас я померяю его в таком режиме. 29 градусов. 33. 28. 28 градусов. Пусть эта вся конструкция постоит чуть-чуть, ну, я не знаю, хотя бы минут 10, наверное, 15. И после этого померяю, насколько нагреется корпус зарядки за это время, и какой ток, посмотрим, успеет перейти на нагрузку, слиться с зарядного устройства. 35 градусов. 25. 28. 28. 29. 29. Субтитры подогнал «Симон» 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 4.1 ампера примерно 4.1 не может стартовать вернее 4.1 может 4.15 ампера нет, не может давайте еще снизим ну вот 4 ампера вроде бы держит нормально так, делаем вывод по 5 вольтам мы можем снять с нее максимум до 4 ампер хотя производитель нам рекомендует не превышать 3 ампера по 9 вольтам вы тоже видели сейчас я опять понижу ток до 1 ампера и попробуем дальше режимы быстрой зарядки переходим опять в режим быстрой зарядки тот же самый квитчардж 2.0 вот квитчардж 2.0 12 вольт 0.75 ампера давайте теперь попробуем повысить напомню по инструкции мы должны снять при 12 вольтах тот в полтора ампера 1.56 ампера без проблем 1.7 ампера тоже вроде бы все еще нормально 1.82 ампера все еще работает и позволяет снять с себя 22.5 ватта против 18 заявленных производителем давайте посмотрим температуру 52 50 54 ну и еще чуть-чуть попробуем повысить ну примерно последнее что я видел было где-то 1.88 я думаю это был потолок давайте проверим еще раз 1.8 1.8 1.8 при 12 вольтах держит 1.81 1.83 1.86 все еще работает 1.88 при этом при этом смотрите напряжение 12.4 вольт оно сейчас в данный момент 12.39 но в принципе 12.4 то есть напряжение держит очень четко все супер давайте еще чуть-чуть поднимем даже даже вот 1.89 ампера все еще держит ну вот можно сказать что где-то 1.9 ампера это предел для этой зарядки так опускаемся на заявленный производителем для 12 вольт полутора ампер и давайте попробуем режим критчардж 3.0 так это у нас 2.0 это у нас 3.0 разница между режимом 2.0 и 3.0 в том что в режиме 3.0 можно регулировать тот не скачками 5.9 12 вольт а плавно практически по десяткам вольта так на данный момент у нас 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 так кстати зарядка вернее доктор пишет что режим неизвестен но это какое-то не согласование при этом зарядка нормально поднимает напряжение как вы видите без вопросов 6.2 6.5 6.7 7.2 7.1 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.6 9.4 9.4 нагрузка я так понимаю поднимает по 0.2 вольта 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 9.9 10.7 10.9 11.3 12.3 12.3 12.3 вольта 12.3 это предел который можно снять с этого зарядного устройства при этом при этом 1.8 ампера 185 185 187 вот без проблем то есть 12.3 вольта 1.8 ампера зарядка нам позволяет с себя снимать что составляет примерно 23 ватта на мой взгляд вполне таки хороший результат корпус зарядки конечно довольно теплый 49 44 ну уже начал остывать от наших прошлых экспериментов 47 52 в целом довольно таки неплохо давайте проверим комплектный Type-C кабель к сожалению устройства которое можно было бы подключить по Type-C у меня нет но спасибо разработчику доктора и нагрузки на них есть порт Type-C так что кабель мы проверить сможем 4 вольта давайте поставим 2 ампера и тут есть режим проверки кабелем так нам говорят что сначала нужно подключить напрямую что мы сейчас и сделаем так сейчас я посмотрю справку я уже так не помню то есть вот мы подключили напрямую 2 ампера 5,1 вольта теперь нам нужно зажать эту кнопку и теперь подключить зарядку через кабель а теперь опять нажать эту же самую кнопку и мы видим что доктор говорит что сопротивление кабеля составляет 181 тысячную ома ну в принципе на мой взгляд это более чем хорошо так что кабель в комплект нам положили довольно таки качественный вот такая вот небольшая зарядка от компании Чотэч была сегодня на обзоре всем большое спасибо за внимание спасибо